На повестке дня вопросы, которые требуют пристального внимания не только со стороны администрации, но и других городских служб и структур. На общегородском совещании глава Дмитрий Волошин затронул сразу несколько важных тем. Среди них масштабная вакцинация против COVID-19, президентский проект социальной газификации, а также благоустройство и ремонт дорожного полотна. Глава администрации городского округа обратил внимание на отсутствие асфальта по улицам Германа Титова и Маяковского. Сколько можно держать с одраным асфальтом? Месяц вы там держите асфальт. И Германа Титова. Почему нет асфальта? Какие проблемы? Объясняю. Месяц дорога лежит без покрытия в центральной части города. Для меня это проблема. И для всех, кто ездит по этой дороге каждый день. Это артерия, соединяющая два района. В одном 100 тысяч живет человека, а в другом 60 тысяч. И вот эта артерия лежит без асфальта. Меня это беспокоит очень сильно. Дмитрий Волошин дал распоряжение в кратчайшие сроки отремонтировать дорожное полотно, чтобы люди смогли ездить по нему без преград. А для того, чтобы жалобы и просьбы горожан обрабатывались еще быстрее, чем это происходит сегодня, руководитель муниципального центра управления регионом Ирина Певчева предложила создать мобильные бригады для оперативного реагирования на обращение жителей. Мы все знаем, что Химки довольно протяженный город. Территория расположена на разной удаленности. Не всегда наши службы оперативно могут устранить те недостатки, которые выявили наше территориальное управление и группа контроля. В целях оперативности устранения выявленных недостатков я предлагаю создать на территории микрорайонов мобильные бригады, которые будут подчиняться непосредственно начальнику территориального управления и могут оперативно выезжать на территорию, работать именно на территории, тем самым предотвращая жалобы жителей оперативно устранять недостатки. В рамках общегородского собрания подвели итоги деятельности выездной администрации в микрорайоне Сходня. За три недели работы к специалистам обратились более 130 человек. В основном обращения касались благоустройства дворовых территорий и ремонта дорожного полотна. Кроме того, сотрудники администрации проводили консультации по всем интересующим вопросам. По словам главы администрации округа Дмитрия Волошина, только такой подход позволит достичь результатов комплексом улучшения жизни в городском округе. Глава администрации отметил, важно слышать жителей и своевременно оказывать им помощь.